Всем привет! Сегодня мы проведем распаковку-обзор чехла из фетра для планшета или ноутбука 13 дюймов. Чехол был заказан на сайте Алиэкспресс, его стоимость составила 8,5 долларов. Доставка где-то длилась 20 дней. Давайте теперь откроем пакет и посмотрим, что там внутри и какого оно качества. Значит, вот такой у нас конвертик в упаковочке, в пленочке. В такой рубашке идут, знаете, пленочка смешная, как она тут открывается. Вот так она у нас открывается. Так, ну на вид как бы так. В принципе, достойно. Достойно. Все шовчики ровные. На ощупь довольно мягенько, приятненько. Размер хороший. Вот размер, кстати, я думал будет больше, но этот, по-моему, в самый раз. Вот, резиночка такая. Там были варианты еще на кнопочках, но мне показалось, вот такой вариант будет наиболее удобным. Давайте посмотрим внутрь. Значит, внутри у нас... О, внутри у нас классно. У нас как будто идет такой велюр, знаете. То есть там внутри будет очень комфортно вашему устройству. Наверное, царапин не должно быть. Вот. Расцветка очень приятная. Так вот все подобрано. Со стороны, наверное, выглядит очень стильно. Как и описывал продавец на своей страничке. Значит, дополнительный вот такой кармашек. Единственное, может быть, я бы дополнительному кармашку еще бы сделал отдельную застежечку, да, на молнии. Сзади мы имеем два тоже таких вот кармашечка. Но, опять же, эти кармашечки, они такие, как бы, без застежек. Вот. То есть ценное, наверное, носить опасно, вот, если вы не будете, конечно, класть данный конверт в сумку. Вот. Давайте теперь попробуем, значит, планшет поместить туда. Значит, он покупался для планшета Surface Pro 3, имеющего диагональ 13 дюймов. 12, извиняюсь, 12 дюймов. Вот. Это версия для 13 дюймов. То есть он должен туда свободно влезать. Так, ну вот, перед нами наш планшет. Вот, и сейчас мы его попробуем туда положить. Ну, знаете, вот, интересно, он для 13 дюймов, а планшет 12, и он в притык вошел. Вот, реально, в притык. Вот. И, мне кажется, 13 дюймов здесь вот там может не влезть просто. Вот. Так. Закрываем, да. Ой, ну классно вообще. Вот он как влитой там. И вот я держу его за верхушку сейчас, да, как бы, и вот он у меня не вытряхивается. Вот. Ну, резиночка держит надежно, и, наверное, это оптимальное решение, потому что кнопка все-таки она может что-то поцарапать, да, в вашем устройстве. Вот. Так, у нас имеется еще перо такое, да, давайте перо еще туда положим. Ну, сюда размер большой вообще, можно, наверное, и мышку там, да, положить такую какую-то тоненькую очень специальную версию, да. Вот так вот он закрывается. Ну, классно, ой, ну я доволен, классно, да. Значит, что, продавец, значит, не обманул, значит, по качеству он соответствует описанию на сайте Алиэкспресс. Стоимость его где-то 8,5 долларов на сегодняшний день составляет 500-600 рублей, вот. За такой чехол, кстати, запах у него приятный, то есть он... пахнет нейтрально, ну, чуть-чуть, может быть, войлоком, да, отдает. То есть никакого Китая по запаху тоже нет. Вот. Ну, спасибо продавцу за товар, вот. Так что подобные чехлы можно, наверное, смело заказывать. Ссылку на этого продавца я оставлю в описании. Вот. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!